Всем привет! С вами снова блог Македа.Про и я его автор Александр. Сейчас я вам расскажу об очень интересном источнике контента для вашего сайта. Это источник текстового контента. Это ресурс, о котором я узнал уже очень много лет назад. Очень много относительно по меркам любого времени. Несколько лет назад, скажем так, порядка пяти, может быть чуть больше лет назад нашел этот ресурс. И, соответственно, дергал оттуда контент, чего вам желаю. Берите, пользуйтесь, мне не жалко. Об этом я уже написал статью в своем блоге, одну из первых. Ну и сейчас поделюсь с вами информацией в этом видеоролике для любителей смотреть видео на YouTube. Скажу сразу о том, что аналогичного видео контента и текста на сайте будет предостаточное количество, потому что по источникам у меня достаточно много информации. Поэтому подписывайтесь на канал в YouTube, читайте мой блог, добавляйте его в закладки, подписывайтесь в социальных сетях Facebook, Google+, Twitter, ВКонтакте и будете узнавать первым о том, что я рассказываю для вас. Ну, давайте поговорим. Сначала вводное по поводу контента. Контент это вечная головная боль копирайтеров, это вечная головная боль владельцев сайтов, новостников, не только новостников, особенно это касается каких-то определенных узких ниш, медицины, технических вопросов, раскрывающихся на сайтах и так далее и тому подобное. Вечная проблема, где брать контент? Писать самому не всегда хватает фантазии, желания, времени, вдохновения для того, чтобы это сделать. Поэтому, ну, хорошо, если будет какое-то подспорье в этом и хорошо, если будет какой-то дополнительный мотиватор и вдохновитель для этого. Я всегда иду по пути от простого. Соответственно, мы все прекрасно понимаем о том, что писать какие-то статьи на какую-то узкую тему, если человек особенно в этом не разбирается, но он очень хочет завести сайт либо блог и разбираться с этой тематикой уже по ходу дела, по ходу пьесы. Мы это все прекрасно понимаем, поэтому хорошо бы иметь, конечно, источники контента для этого. Довольно-таки распространенная для лентяев схема. Это просто взять контент, отрерайтить его, сделать там, добиться какой-то уникальности 60, может быть, 70 процентов, похлопать в ладоши, сказать про себя, я молодец, я классно сделал, все успокоиться, выложить контент и идти спать. Но это не мой метод, я действую немножко другими способами и иду другими путями. Я беру этот контент на зарубежных ресурсах, перевожу его, иногда один в один перевожу, адаптирую его для того, чтобы этот контент был читабельным и нормально воспринимался читателями, посетителями сайта, один в один перепечатываю, в таком случае я оставлю ссылку на страницу с контентом, где я его взял, либо я иду по другому пути, я беру, читаю этот контент и просто делаю, пишу текст в виде изложения, то есть пересказываю своими словами, добавляю что-то свое, ну и в результате вы понимаете, что контент получается со 100% уникальностью. Это хорошо, это замечательно, это классно, это просто супер, это отлично. Ну вопрос в том, хочется перевести, да нечего перевести, что в этом случае делать? В этом случае есть такой замечательный ресурс, англоязычный, как ArticlesFair. Вот он у нас есть, Article Directory, то есть вот они все наши рубрики, по которым мы можем работать. Здесь есть страница условий для авторов, After Terms of Service. И что здесь сказано? Здесь сказано о том, что авторы размещают свои тексты, непосредственно редактура ArticlesFair может редактировать их и, соответственно, делать с этими текстами все что угодно, вы можете эти тексты распространять, соответственно, как пожелаете. Вот, я перевел просто Яндекс.Переводчиком, и вот вы можете здесь видеть все эти рубрики, по которым можно найти здесь тексты и материалы. То есть люди просто пишут тексты, люди размещают их, есть авторы, и построено все здесь, на этом портале так, что, допустим, какие-то англоязычные владельцы с тех же самых сайтов, они просто видят контент, который пишут люди, и, соответственно, могут с ними связываться и заказывать у них этот контент уже непосредственно. Если на каких-то фриланс-ресурсах, на которых продаются тексты, мы видим там куски анонсы с кракозябрами для заманухи, для того, чтобы человек понимал, о чем он собирается купить, приобрести какой-то текст, то здесь уже непосредственно текст полностью выложен, его можно использовать, ну и дальше уже там дело техники. Но сейчас дело не в этом, дело в том, где нам взять, дернуть этот контент, и что с ним делать, и вообще как с ним себя вести. Вот мы видим те рубрики, по которым у нас есть контент. Альтернативная медицина, искусство и развлечения. То есть по большому счету по этому контенту, по этим рубрикам можно сделать какой-то там узконишевый сайт. Здесь в каждой рубрике предостаточное количество контента, вот эта волонтерская деятельность, которой занимаются люди, большое им спасибо за это, за все. То есть, соответственно, исходя из этого, можно сделать полноценный сайт и, допустим, ну не на 100% использовать этот контент, а, например, брать какую-то его часть. Где-то что-то брать, пускай там рерайтить, писать от себя, стараться, вкладывать в это душу. Ну и нужно еще раз добавлять какими-то интересными статьями, которые есть написаны профессиональными какими-то копирайтерами, журналистами. Есть, пишут просто блогеры свои мысли, свои заметки и так далее и тому подобное. На это тоже нужно обращать внимание. Когда вы переходите в какую-то из отдельных рубрик, то вы понимаете, в принципе, о чем идет речь и кто пишет этот контент. Есть такой вот свободный стиль повествования. Это сразу понятно, что это пишет какой-то блогер. Он какие-то вычленяет свои отдельные мысли, какие-то свои выводы делает. А есть просто сухие технические статьи, которые здесь можно найти, которые тоже пригодятся какому-то вашему узкоспециализированному сайту. Ну давайте, допустим, возьмем что-то для примера, что-то зайдем, посмотрим. Давайте там, пусть будет бизнес. Первое, что? На что мышка легла? Пусть будет бизнес. То есть, соответственно, мы переходим в категорию. А здесь категория, потом идет подкатегория. В этой категории может быть еще подкатегория. То есть, здесь этого добра предостаточно. То есть, в большинстве своем тексты здесь пишут непосредственно профессионалы, которые разбираются. Ну вот здесь рекламка всплывает, без нее никуда. Люди должны за счет чего-то жить. Соответственно, очень много статей здесь, именно написанных профессионалами. То есть, люди разбираются в сфере финансов, в каких-то технических вопросах, в медицине. Очень много интересных материалов по медицине, связанных со здоровьем, либо еще с чего-то, с чем-то. То есть, вот здесь указаны авторы, которые пишут. Ну вот давайте посмотрим здесь. То есть, как я делаю? Я захожу, выбираю определенную рубрику, я уже знаю, по которой я работаю. Если новостник, например, вы можете охватить сразу несколько рубрик, по которым будете работать. Добавленные статьи, вот здесь вот в сайт-баре выводятся справа. Вы перешли непосредственно в статью, как это делал я. Я перехожу в статью. Соответственно, идеального знания английского языка от вас не требуется. Все равно и никто, как бы, не все люди владеют английским языком. Мы не переводчики, мы обычные живые люди, которые просто делают сайты и которые хотят давать своим читателям интересный, хороший, свежий контент. Какую-то объективную информацию. Вот видно, что сайт существует с 2005 года. То есть, люди трудятся с 2005 года и выкладывают здесь свои тексты. В связи с рекламой, наверное, с этой там что-то где-то как-то грузится еще долго. Сейчас мы переведем страницу и мы сразу поймем, о чем здесь идет на ней речь. Топ-5 важностей построения отношений с клиентами. Ну, то есть, здесь вы уже подбираете ключевые слова, оформляете свой заголовок и, допустим, топ-5 важных способов построить отношения с клиентами или построить хорошее отношение. Вот здесь вот пишется все, как говорится, по канонам, по запросам поисковых систем, как они это требуют. То есть, разбивается все по параграфам, по абзацам, какие-то подзаголовки здесь. То есть, это все напрямую вы можете использовать у себя. Пусть не целый, допустим, текст, а какую-то его часть. Потому что, ну, допустим, бывают какие-то тексты здесь небольшие, какие-то очень сугубо специфические небольшие тексты. Вы можете взять этот текст просто за основу и при наличии серого вещества в голове вы можете развить эту тему, что-то дописать свое и в результате вы получите классный, крутой, интересный текстовый контент, который затем на странице еще разбавите какой-то графикой, и у вас получится классная страница. То есть, вот такой вот подход, вот такой вот бесплатный источник контента для вас, которым вы можете пользоваться. Давайте возьмем что-то, может быть, давайте здоровье и фитнес посмотрим. Давайте основные категории. Здоровье и фитнес. Вот здоровье и фитнес у нас здесь имеют свои подкатегории. Рекламка срабатывает сразу по правому клику. Здесь у нас вот здоровье, медицина, фитнес. Здоровье и фитнес. Мы сейчас посмотрим, какие здесь есть подкатегории, с которыми можно работать. Здесь вот есть упражнения, там холестерин и всякий бег и все. То есть, если вы занимаетесь, например, ведете какой-то там спортивный сайт, посвященный здоровому образу жизни, посмотрите, какие классные рубрики. И здесь очень много интересных текстов, которые я тоже перепечатывал, переводил и доводил до ума, выкладывал у себя. Они очень содержательные, они очень интересные, они объективные. Здесь очень часто есть ссылки на какие-то медицинские издания. То есть, имеется в виду не гиперссылки, а автор, когда пишет какой-то текст, он там указывает, что согласно исследованиям, допустим, там издания health.com или Всемирной организации здравоохранения, ученые пришли к выводу, что то-то, 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 то-то. Вот мы видим там холестерол, холестерин, упражнения, пищевые добавки, давайте, вот, как бросить курить, например, у кого-то может быть сайт посвящен способам бросания курить и как-то отвлечься от этой пагубной привычки. Замечательно, можно вот эти вот способы постоянно. Здесь, как правило, уникальные тексты, соответственно, они, каждый текст, да, он имеет какую-то, возможно, общую основу, общую тематику, какой-то стержень, которым, как говорится, красная нить, которой этот текст пронизан, но, соответственно, эти тексты написаны по-разному, разными словами, в разном стиле, потому что здесь разные авторы, соответственно, у каждого автора свой стиль написания и вы получаете классные, 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 разные тексты, но на одну тему, по одной тематике. Так, вот пищевые добавки у нас погнали. Естественный способ растворения камней в желчном пузыре, без операции мужчин и женщин. Как построить иммунную систему, восстановить иммунитет естественным путем. То есть, классные статьи, давайте вот зайдем в одну, например, про желчные пузыри, желчные камни. Вот, смотрите, большая, хорошая статья. Интересная. То есть, соответственно, вы можете ее использовать. И спокойно разместить на своем портале. То есть, за что мне нравится вот Articlesphere? За то, что вот здесь очень много охвачено каких-то узких тематик, узких ниш. Затронуты какие-то очень интересные, обширные темы. Они все выведены по рубрикам, по рубрикатору. То есть, можно найти спокойно и легко то, что вам нужно. Пользоваться непосредственно этим контентом. Ну и копирайтеры. Они ведь тоже люди. Это их работа. И у них тоже должно быть какое-то вдохновение. Они должны чем-то заряжаться. Они должны получать какую-то подпитку. Чем-то вдохновляться. И должны с чего-то начинать. И как-то стартовать. Для того, чтобы написать для вас какой-то текст. Либо написать текст, который они затем будут продавать. На бирже. То есть, соответственно, можно почитать эту статью. Либо просто перепечатать ее. Либо отрерайтить каким-то образом. В виде изложения. Как я уже говорил. Отчеты утверждают, что желчнокаменная хирургия является наиболее часто выполняемой операцией. Со всего мира в эти дни. То есть, вы адаптируете нормальным человеческим языком. Потому что у меня был, например, сайт. И когда у меня покупатель на Тилдере приобрел сайт. Он потом мне задал вопрос. А где вы берете эти тексты? Я сказал о том, что тексты я нахожу в англоязычном сегменте интернета. И потом просто перевожу эти тексты. И выкладываю на сайт. Но человек, наверное, меня не понял. Если понял, то не полностью. Со временем я просто зашел на сайт, который я продал. И я увидел, что это просто вот эти вот безжизненные тексты. Переведенные при помощи Google Translate. Вот как были они, так он их перевел, так он их и выложил. То есть, не хватило у человека фантазии, у ума додуматься, что... Ну, это условное понятие. Перевел в переводчике и выложил этот текст. Его еще нужно адаптировать. Текст должен быть читабельным. То есть, слова страдальца в медицине. Там еще какие-то там ясные капсулы. То есть, ну, здесь нужно уже додумывать. Здесь нужно знать. Если вы работаете с этой тематикой, вы, соответственно, разбираетесь в этом. Вы знаете, что имеется в виду. Какие-то есть сугубо такие специализированные понятия. Есть какая-то терминология, от которой нужно отталкиваться. Вы просто берете, рерайтите этот текст. Делаете его читабельным для человека. Человека понятным, я бы так сказал. И все. И вот, пожалуйста, ваш текст, ваша статья. Вы можете пользоваться и добавлять на свой сайт. Таких примеров по источникам контента у меня будет очень много. Я уже публикую статьи в своем блоге. Здесь у меня есть отдельно раздел ниши. Где я расписываю о том, я не углубляюсь очень в моменты там SEO-продвижения. Какой-то отдельной ниши. Как правило, у меня все сводится к тому, что насколько интересна эта ниша. Я привожу примеры каких-то шаблонов, которые можно использовать для создания какого-то отдельного конкретного сайта с конкретной тематикой. И, как правило, выкладываю туда все источники, откуда можно дернуть контент. Источники, от которых я знаю. То есть, отработанные, которым я пользовался. Которые действительно хорошие. И которые обязательно пригодятся. То есть, таких материалов будет очень много у меня. Такие материалы на подходе. Соответственно, все это я буду публиковать на канале YouTube. Я это все буду публиковать у себя в блоге. Поэтому вы можете спокойно подписываться. В социальных сетях можете подписываться на канал YouTube. И будете узнавать первыми о каких-то новостях. Очень важных. Я ничего не скрываю. Я говорю о том, что мой блог, наверное, самый откровенный SEO-блог. Потому что не все делятся источниками контента. Я, как говорится, 10 лет занимаюсь сайтостроением. И мои источники, они теперь станут ваши. Потому что единственный сайт, которым я занимаюсь, это вот этот вот блог. Ну, а если кто-то чего-то захочет заказать, то милости просим. Контента на всех хватит. Есть у меня еще ресурсы. Есть у меня еще моя фантазия. Есть возможность и умение написать хороший контент. Используя что-то для старта. Поэтому пользуйтесь. Всего вам хорошего. Подписывайтесь. Смотрите мои видео. Читайте мой блог. Комментируйте мои страницы записи в блоге. Комментируйте мои видео. Еще увидимся. Всего вам хорошего. И удачи вам в нашем нелегком деле. Пока.